Девушки отдыхают И как вы понимаете сегодня речь подойдет продолжение о предыдущем видео о ВАЗ-2107 или ее переоформлении Наверное даже не совсем так, о попытке переоформить ВАЗ-2107 и что пошло не так Машину загнал не просто так во двор, попробую навести маломальский порядок в автомобиле совсем чуть-чуть хотя бы Потому что тут страшный-страшный мрак Но, но ребятки, к порядку в автомобиле мы конечно вернемся несколько позже А сейчас небольшая предыстория, почему у нас все пошло не так К сожалению, к сожалению, ребят, всю эту историю не могу снабдить визуализированными картинками этого события Потому что переоформляла Иришка, я был на работе и она в принципе не снимала ничего Вся история будет происходить просто с ее слов, ну моими устами Вы понимаете, я снимаю, Жора, что за лайк, идите отсюда, кыш Все начиналось совсем недурственно Итак, изначально Иришка с будущим владельцем автомобиля завели эту машину еще за 40 минут до предстоящей регистрации И поехали в РО ГИБДД, куда добираться, ну наверное буквально там 10-12 минут на автомобиле То есть поехали заранее, в преддверии того, что может пойти что-то не так, и это что-то не так наступило Не доезжая до ГИБДД, порядка 800 метров километра, машина заглохла И казалось бы, ничего в этом страшного нет, но пытались ее завести, потеряли драгоценное время Впоследствии вызвали дядю Лешу, нашего невидимого друга Он эту ситуацию нормализовал, в том плане, что просто неработающий автомобиль доставил в РО ГИБДД Там уже, ребятки, произошла сдача документов, все как положено, не самая интересная процедура Но, исходя из того, что автомобиль не работал, этот автомобиль пришлось вручную загонять на стоянку осмотра Выгонять оттуда, пришлось попыхтеть, потолкать автомобиль И все это делалось не моими руками Уже ситуация начинала вырисовываться в неблагоприятном ключе Как вы понимаете, это далеко не все Тут же ситуация за ситуацией, одно накладывалось на другое И при осмотре автомобиля оказалось, что баллон газовый, тот, который я снял Просто жизненно необходим для осмотра автомобиля и принятия его, вот этого осмотра, в регистрацию И там, ребятки, уже совсем не важно было, соответствуют вот эти сроки этого баллона, не соответствуют Главный критерий был тот, чтобы этот баллон присутствовал в автомобиле Иришка пешком добежала до моей работы, забрала мой автомобиль, ну приору Поехала за баллоном, просто вот так вот его кинула в багажник, чтобы он там присутствовал И, в принципе, осмотр на этом был благополучно завершен Спустя вот эти все ненужные движения, три волнения Ну вот как бы горько я себя обманывал, что баллон там не нужен вообще И это будет проблемой Но оказалось все совсем по-другому Но это еще не все После того, как все документы были сданы, они, соответственно, проходили там какую-то проверку И, как оказалось, на автомобиле наложен арест или запрет регистрационных действий Соответственно, после этого был звонок хозяину автомобиля Который обещал с этим разобраться и в течение трех дней устранить эту проблему Соответственно, на срок через три дня нужно было записаться заранее через госуслуги Опять встать в очередь на оформление автомобиля Тот осмотр и те документы, которые были вбиты в базу, они остаются актуальными еще месяц Поэтому эта история как бы осталась за плечами Но предлагаю, ребятки, вам посмотреть ту историю, которая произошла на следующий день После вышеописанной истории Короче, как понимаю, ребятки, история еще затянется Опять, ребят, идем в ГАИ записываться второй раз Но на до оформления автомобиля Короче, ну даже специалисту было сейчас крайне сложно Вот, и, ну она все время как бы заходит, заходит, оно типа кружится, знаешь, ну типа ошибка системы, что-то там сервером какая-то фигня И она говорит, я вижу, что оно уже прошло, то есть в системе зарегистрировано, но должно прийти уведомление То есть там как-то зеленая галочка должна быть отмечена Ну короче, не совсем так И говорит, не получается, говорит, уже четыре раза, говорит Ну я просто, говорит, смотрю даже в системе, говорит, что вот за вот это время, пока я, ну как бы пытаюсь действовать Что никто еще не зарегистрировался Ну то есть у всех видно, наверное, какая-то, да, ошибка Хорошо, короче, что мы сразу пришли сюда, а не сами Хорошо, да, 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 да Иначе без вариантов вообще Честно говоря, это я не сама додумалась, это вчера мне подсказали То есть прям настойчиво подсказали, что надо сразу идти сюда Не париться, даже не пытаться Сказать, что уже не получилось Отлично, ну все, тогда записаны Будем ждать этого благословения на дня И покажем, как произошла перерегистрация, произошла ли она И на кого раскроем эту таинственную личность Хозяин автомобиля Ты что там лазишь, ты что там лазишь, Жорка, а, подлец Ребят, позвонил Леха, автомобиль ВАЗ-2107 готов к эксплуатации И всего лишь на это потребовалось 300 рублей, сущие копейки За что огромная благодарность нашему невидимому другу Не ходи за мной, Жора, не ходи Ну и ребят, немного подумав Было принято решение не вызывать такси Как я собирался ранее И быстро с комфорта вдомчать до дяди Лёши Ну это как бы довольно долго, минут 40 ходьбы А пройтись пешком, раструсить жирок А на сэкономленные средства Купить дяде Алексею призовую плюшку Чтобы он побал себя чайком За то, что у нас выручает В очередной раз Мягко говоря Ребят, зашёл в доброцен И для Алексея была приобретена вафелька Вафелька не одна, их там много С вареньем Венские вафли с земляникой Вкусы были разные Абрикос, банан, сгущёнка Ну решил, что земляника самая шикарная Ребят, долго ли, коротко Но чувство глубокой ответственности Меня несёт, осознавая то, что На сэкономленные средства Я порадую дядю Лёшу Ну хоть что-то Мне это несложного стоит Несложно Но приятно дяде Лёше будет И жирок растрясует Два в одном Ну как не воспользоваться такой ситуацией Калаус разлился Вроде дождей не было Обычно после дождей такое Но гляньте Речка стала толще, жирнее Шире Я так понимаю И глубже Вот, вот моя машинка Возле мусорки стоит Возможно Возможно ей там и место Лёхе позвоню Что-то его нет Но машина есть Все хорошо Лёх, скоро будешь? А, ну давай Ну хотелось же пожать мужественную руку Все как положено Расскажешь Что там как Отлично Давай, жду Ну-ка Давай-ка Налей-ка Ай, красавчик Ай, молодца Баллон уже на месте стоит Все чутенько у Вася Шик, блеск Все серьезно Здравствуй, дорогой Спасибо тебе огромное Что, Иришку спас? Было в свече Нет, а ну Большое дело Что вообще с ней было? Ты просто баллон газ Я поставил баллон Подсоединил Какая она завелась Не, ну на газу-то она без проблем А бензин С бензином Да и нахер Кокуратор для меня Это потемки Темки Понял Понял Все Я тебе денежку там положил 300 рублей И ключи забрал И печенюшку там чай попьет Все, придется толстеть Ну аккуратно, сэр Документы выкладываем И перекладываем В Ну вот сюда Апонский бог Вот это я учудил Все документы на автомобиль взял А права Права остались в приоре Сейчас надо очень аккуратно ехать И очень правомерно Отсутствие прав Не является нарушением Ну Они-то у меня есть Наверное Ребят, ребят Пока ехал Придумал в доброцент заехать И себе купить таких же плюшек Просто пока нес Рука привыкла К этой упаковке Я много о них думал Мечтал Осознавал значимость Этой плюшки Захотелось попробовать На вкус Что-то не с той стороны зашел Вкусности Вкусности Земляника Оп, сейчас чайку попьем Как и Леха Он там в одно лицо Я тут в одно лицо В два лица Одни и те же плюшки Один и тот же вкус Счастья, сейчас надо Иришке позвонить С правами надо что-то решить Она на работе Права у нее Сейчас Сейчас Надо же найти Иришку еще Она где-то в потерянных вызовах Или как в пропущенных Не, не в пропущенных В недавних Вот Алло Ир, ну можешь мне права прислать На всякий случай Ну в течение дня В приоре Остали на ватсап Ну да, чтобы были просто Да, да внизу Вот на полочке Ну и ту, и ту сторону На всякий случай Я даже не знаю Ну, ну вы слышали Ребят По ватсапу Мне прилетят права И я поеду на работу И будет мне Счастье Гидроусилителя Не хватает Совсем Не знаю Не знаю, ребят Может это выглядит Как форменный дебилизм С моей стороны Но Вчера Вот я поездил на приоре По работе Мне надо было Вообще Потом полдня покатался И сейчас опять сел На семерку Кайф Почему-то на семерке Мне лучше Проще Привычнее Хотя казалось бы Ну приора Это же комфорт Но Человек Человек Ко всему привыкает Похоже на то Так Мои печенюшки Телефон Куда прилетят права Идем Пить Чай Жок А ты тут уже Батишка Ты тут Ах ты ж мой хаос Пошли Что-то машину По запаре Поставил Возле двора Обычно Шаштам ставлю Наверное Так надо Судьба Тут я бутерброды Срезал Ребят Не обращайте Внимания На кассич Жорка Я тебе дам С колбасы Шкорки живет Потом не выкакай Какая ешь Они же пластмассовые Жора Поголодался Жорка Или тебе воды Жорка Воды Сейчас дам воды Пей Наскакался Наскакался Бедовага Вот Ребят Вот две плюшки Между ними Ну типа Варенье налито Я когда-то Такие уже ел Это не тебе Жорка Это не тебе Жорка Это мои Хоть и химические Но это мои Печенюшки Ребятки Генератор Как сгорел На семерке Но это давненько Уже было Пришлось приобретать Новый Решили не брать Бэушный Отдали за него По-моему 7 тысяч рублей Вот так Вот так Произрастает Стоимость Автомобиля Ну с каждым Часом Днем И так далее Там подобно Но он Как бы Этот автомобиль Улучшается Не с Несказанной Силой И будет Улучшаться Улучшаться Далее После того Как он Оформится И я почувствую Что он Уже Совсем Наш Даже Уже Сейчас В преддверии Того Что автомобиль Наполовину Оформен Так Это стеклоподъемник Остается Надо его Поставить Опа А вот Это Вот Все Выкидывается Уже Сейчас Ребятки Я Начинаю Улучшать Автомобиль Хотя бы Вот эту Переднюю Часть Надо Вымыть Убрать Чтобы Этих Лишних Всяких Инструкций Бумажек И ненужных Деталей Не было И превратить Это все В красоту Неимоверную Заметил Заметил Ребят Ручник Но раньше Не пользовался Дергаю Какой раз горит Лампочка Какой не горит Надо зачистить Датчик 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 Ручника Вот кнопка Сейчас достану Вот она Вот она Окаянная Блин Так Пришлось Снять Вот эту Крышку Не знаю Поможет ли Это мне Надеюсь Опа Сейчас зачистим Вот эти Контакты Где идет Соприкосновение Наждачкой Просто Масса Лампочка Лампочка Горит Ребят Нажимаю Кнопку Ну это Ручник Будет Делать Все Все Четенько Красавчик Ну что Ну что Не прилагаю Особых усилий Сейчас Возможно Куплю Специальную Натирку Для панели Если Это Недорого И надо Купить На Продукты На Работу Потому что Иришка На Работе Вернее А мне Придется Заботиться О себе Самому Как-то Так Короче Едем За Продуктами Возможно Купим Натирку И сейчас Покажу Что У меня Получилось Возможно Не Шедеврально Но Это Только Начало Думаю Ребят Вот Этот Бар Будет Переделываться Добавится Масса Дополнительных Кнопок У Из Зарядка Другие Часы Панель Возможно Или Зашпаклевать И покрасить Или поменять На новую На разборке Взять Короче Перспективы У этой машины Есть Потому что Она попала В очумелые Ручки Рыжий Это ты Сделал Японский Бог Не наедайся Жрать Ищешь Я люблю Свою Родину Вроде Б Я Полжизни Родин На завале Белый Старый Носил Прямо На Ски Лет Теперь Меня Это Не Торка Я Не Люблю Думаю Ребят Натирку Для панели Не буду Брать Вспомнил Что У Ришки Есть Крем Краска Для обуви Черного Цвета Это Самый Лучший Оптимальный Дешевый Вариант Для Натирки Пластика Вообще В автомобиле Ею натрем Просто Сейчас Не знаю Где То есть Покупать Бессмысленно Едем Просто За Продуктами Телефон Телефон Выпал Хочу Хочу Ребят Помимо Печенюшек Которые Покупаю Всегда На Работу С кофем Чай Ну Оптимальный Вариант Но Это Не Поесть Перекусить А Чтобы Поесть Приготовлю Пиццу Соответственно Куплю Все Необходимые Ингредиенты Для Этой Производной Беру Ребят Только Самое Необходимое Дома Покажу Ребят Ребят Купил Мешок Продуктов Ну Вот Пакет На 420 Рублей Тут И на Работу И на Пиццу То есть Пицца Рублей 350 Выйдет Ну Сейчас Покажу Что Купили Когда Приеду Домой Все Ребят Я Дома Перемещаемся В кухню И В принципе Я думаю Кто Видел Рецепт Или Процесс Приготовления Пиццы Уже Подозревает Что У нас В пакете Так Ребят Ну Тут Все Понятно Печенюшки Это Мне На Работу Это Мясо Должно Присутствовать В пицце В конце Концов Короче Колбаса Будет Мелко Пошинкована Укропа Укропа Не было Отдельного Укроп С Петрушкой Пойдет Выбор Невелик Был Майонез Майонез Купил На всякий Случай Потому что Было Подозрение Что У нас Его Нет Но Возможно Он Есть Поэтому На всякий Случай Взял Так Маленький Так Два Помидорки Пошинковать Для красоты Неимоверной Грибы Грибы Взял Большие Есть Маленькие Но Цена Или 4 Рубля Разница То есть Цена В принципе Одинаковая Поэтому Взял Большие Даже Если Выкинуться Цена В принципе Та же Ну Надеюсь Куда-то Пойдет Это все Ну И Кефир На тесто Так Это На работу Отдельно Все Ребят Сейчас Пошинкую Покажу Что у У меня Получилось Ну Что Ребят 15 Минут Буквально Может Чуть Больше Меньше Где-то Так И В принципе Наша Пицца Готова Сейчас Просто Ставим ее В печку И Возможно Покажу Шедевральный Искомый Результат Тот Который Я ждал Хотел Надеялся То Что я буду Есть На работе Сыр Забыл Ребят Япона Мать Достаем Сейчас Охренеть Сам В холодильник Полез Ставил Грибы Оставшиеся Смотрю Сыра Там Немерено А как Без сыра Что-то Не хватает Сейчас Добавим Уже На укроп Конечно Не так Красиво Будет Но Без сыра Все равно Никак Сколько Не менее Ну что Ребят Последовательность Слоев Немного Нарушена Но Думаю Это Не критично Главное Сытно Вкусно Быстро Недорого Все Готово Ребят Сейчас Достану И Покажу Сие Творение Вам Блюдо За 15 минут Которое Вкусно Сытно И Хватит Ну попорчевать Ну вот это Блюдо Я думаю Не на один раз Куда Нахрен Субтитры 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 Субтитры